здравствуйте дорогие друзья в эфире передача разбор полетов я ее ведущий михаэль гильбоа сегодня у нас в гостях известный журналист из великобритании ответственный бывший в прошлом ответственный сотрудник bbc юрий галигорский ныне свободный журналист юрий здравствуйте добрый день юрий я более чем уверен что в великобритании взора всех прикованы в первую очередь к тому что происходит конечно же в у вас там в европе речь идет о конфликте между россией и украиной но а затем переносятся они в наш район на ближний восток где в на территории ирака и сирии практически в какой-то мере уже можно говорить идет настоящая священная война джигад мусульманские радикалы джигадистские организации пытаются захватить все и вся установить везде и всюду законы шариата создать всемирную всемирное исламское государство и среди тех кто принимает участие в этой войне вот как раз в рядах организации джигадистских есть довольно много граждан великобритании есть граждане и других стран и соединенных штатов франции но из великобритании тоже есть несколько десятков участников более того один из тех или вернее тот кто приводил приговор в исполнении казнил на несколько дней тому назад 2 американских журналистов был как раз выходец из великобритании по всей видимости коренной гражданин или житель этого государства которые принимают участие в этой священной войне на стороне исламистов в англии великобритании кого-то это волнует или это очередной конфликт который происходит где-то там далеко к нам он не имеет прямого отношения к этому так и будем относиться посвенно хорошо михаэль я отвечу на ваш вопрос для начала я просто оспорю один термин который вы употребили поскольку он очень важен он его не казнил казнь это юридический термин он его убил он убил зверским способом речь идет о варваре зверье речь идет о человеке который явно родился и вырос в великобритании не просто великобритании в лондоне судя по его акценту потому что по акценту можно определить даже район лондона где он вырос специалисты могут определить школу в которую он ходил вот так разграничена языковая структура великобритании что касается основной части вашего вопроса великобритании очень сильно озабочены тем что происходит сейчас у сумас с мусульманским террором я также поспорю с тем что несколько десятков британцев нет не несколько десяток несколько сот британцев выехала сейчас на территорию сирии и ирака и воюет там с той или иной долей активности и успеха судя по имеющейся у нас информации некоторые из них сейчас разочаровались во всеми во всемирном джихаде и пытаются каким-то образом вернуться великобританию и что называется залечь на дно залечь на дно для чего для того чтобы потом в один прекрасный день всплыть и заняться интересный вопрос значит некоторые разочаровались и считают дело в том что вы понимаете джихадистом очень легко быть великобритании потому что ты в тепличных условиях и полиция подходит на тебе и говорит пожалуйста не будь джихадистом пожалуйста будь человеком пожалуйста иди в университет учесть и попадаешь за мелкое правонарушение в тюрьму тебе предлагают несколько курсов по компьютерной грамоте по языкам и потом эти люди которые выросли то что я называю в тепличных условиях попадают в сирию или в ирак и их командиры из исламского джихада за малейшее нарушение за малейшее отклонение от линии что называется по большому счету требуется них в том числе и физическим и занимаясь рукоприкладством и поэтому вот это разночтение ситуации многих наводит на мысль что возможно исламский джихад в сирии нет не столь привлекательным для них как скажем уже заниматься джихадом на территории великобритании они хотят вернуться тем не менее или они продолжили свою деятельность трудно сказать но по крайней мере правительство предложила лишать джихадистов паспортов это даже не мера это полумера но тем не менее даже это полумера не войне не будет иметь существенного влияния и не окажет существенного влияния на то что происходит по той простой причине что во первых есть разногласия внутри коалиционного правительства где говорят что людей нельзя лишать гражданство а во вторых есть судебные органы которые не подчиняются никаким правительством и моментально когда такой джихадист лишенный паспорта придет суд суд примет решение в его пользу что правительство не имело права так поступать и вне зависимости от угрозы исходящего мирного населения человеку надо гормать паспорта вот такова сегодня ситуация великобритании юрий учитывая многолетний либерализм англичан или английского правительства или английских правительств можно ли предположить что с ростом вот этой вот мусульманской или исламской опасности в англии кто-то начнет применять более какие-то более адекватные меры они ограничиться там общими заявлениями за которыми практически кроме пустых слов ничего нет вы наверняка знаете что растет сейчас популярность партии которая пришла ниоткуда это правая партия юнайт и юкип партия независимости великобритании которая судя по вопросам общественного мнения опережает не только левоцентрическую партию либористов но и партию консерваторов и очевидно на предстоящих 2015 году выборах эта партия получит определенное число голосов в парламенте во многом основной посыл этой партии это борьба с пришельцами как бы так они скрывают за лозунгом борьба с пришельцами из евросоюза потому что по законам евросоюза сейчас свободное передвижение населения и многие прибывают из других стран евросоюза в поисках законных поисков и рабочих мест и социальных благ великобритании в первую очередь их посыл направлен против иммигрантов из болгарии и румынии однако есть и второй уровень этого посыла конечно же он направлен против тех кто прибывает сюда из мусульманских стран беженцев а прибывает сейчас сюда практически ежедневно большие партии беженцев достаточно посмотреть что творится в кале как мигранты и беженцы из таких стран как афганистан и рак сирия штурмуют фуры забирается туда и просто громадными группами в контейнерах выбирается великобритания остановить этот поток невозможно десятки если не сотни людей ежедневно прибывают из мусульманских стран юрий вы говорите о тех кто прибывает я же говорю о тех кто давно живет может быть даже родился в великобритании я знаю что есть в лондоне целые мусульманские районы которые контролируются мусульманами даже мусульманскими радикальными группами куда ни полиция не коренной англичанин британец не заглядывает такие же районы есть в париже никто не опасается что в один прекрасный день начнутся уличные столкновения между так сказать с представителями разных групп и никакие власть ничего не смогут сделать если вовремя не предпринять что-либо уже сейчас а про конечно 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 есть такие опасения и эти опасения в первую очередь вызваны тем что мусульманское население великобритании растет по экспоненте если по официальным данным я только что проверил по по последнему опросу по последней переписи населения в 2013 году великобритании было два миллиона семьсот шесть тысяч мусульман да это официальные данные то я думаю неофициально здесь находится до четырех миллионов мусульман до 4 это очень солидная цифра и она пока кроме каких-либо заявлений причем слов за которыми практически ничего нет официальные лица официальные структуры ничего не предпринимают то есть нет каких-либо изменений законных или инструкционного характера когда речь идет об отношениях между всем остальным населением и исламистами михаил я не хочу здесь огуль на кого-то обвинять но это же еще и вдобавок ко всему политический футбол потому что эти иммигранты если их заманить тем или иным образом они представят блок голосов для той или иной партии явно не для правых партий для левых партий если им грубо говоря так какую-то подачку то рано или поздно они будут голосовать так как им скажут и поэтому есть определенные политики которые заигрывают с этими людьми вы прекрасно знаете недавнем случае когда брэдфорд выступил один очень известный британской политик не будем называть его имени не будем делать его лишнюю рекламу где он сказал что брэдфорд должен был свободен от израильтян он говорит евреи тут израильтян нам не нужны израильские туристы нам не нужны израильские товары нам не нужно ничего израильская основной блок избирателей которые голосуют за этого политического деятеля это естественно мусульман юра а почему между прочим слышны голоса политических деятелей в великобритании осуждающих допустим поведение израиля или политику израиля на контролируемых территориях отношения израиля к тому что происходит в газе поддерживающих даже призывы там разных санкций против израиля и в то же время нет почему-то политиков которые так или иначе бы осудили мусульман которые проживают в англии великобритании выступают анти будем говорить так анти демократическими заявлениями антианглийскими заявлениями утверждая что великобритания должна быть мусульманским государством должны жить в соответствии с законами шариата и так далее и тому подобное я по-моему дал ответ на этот вопрос несколько хотя бы кто-то хоть один потому что по официальным данным великобритании два миллиона семьсот шесть тысяч мусульман и также по официальным данным великобритании проживает менее двухсот двадцати тысяч евреев соответственно да ну это это понятно как по вашему как по вашему долго будет продолжаться подобная ситуация где ни та ни другая сторона пока не мает каких-то будем говорить так конкретных решений относительно линии поведения лифту или в другую сторону я думаю что многое а прояснится после предстоящих 2015 году выборов потому что я думаю что общество достигло точки кипения в этом отношении и конечно большие города уже сданы вот такие например скажем как лондон в лондоне коренного населения меньшинство то есть более 50 процентов это уже не коренное население лондон понятно юрий что произойдет дальше очевидно очевидно будет реакция очевидно будет какого рода реакция не знаю но противостояние очевидно неизбежно я только надеюсь на то что мне придется через какое-то время через несколько лет жить там в лондоне в соответствии с законами шариата очень на это надеюсь ну я думаю что до тех пор пока летают самолеты из аэропорта хитроу я лично по законам шариата жить не буду юрий галигорский из лондона спасибо большое спасибо вам а